В Кустанайской области продолжается битва за урожай. На сегодня в регионе собрано около 80% хлеба. Завершить уборочную кампанию аграриям по-прежнему мешают дожди. А вот в тех хозяйствах, где успели собрать пшеницу до непогоды, говорят о хорошем качестве зерна и достойной цене. И по мнению земледельцев, это позволит им вовремя расплатиться с кредитами. Выращивать хлеб Инзюда Гарифулина начала 14 лет назад. Сегодня в ее небольшом хозяйстве 2000 гектаров земли. Убрать пшеницу успели до дождей. Средняя урожайность 12 центнеров с гектара. Часть зерна уже сдали. Оставшуюся разместили в своих складах. Вовремя собрали. Качество хорошее. Кликовина 28, натура до 750. Мы повезли и сдали зерно. Прямо такого мало нынче, конечно. Цена на зерно сельхозтоваропроизводителя радует. Около 400 тонн зерна сдали по 38 тысяч тенге за тонну. Говорит, что вырученных денег вполне хватит на то, чтобы расплатиться с кредитом, полученным в аграрной кредитной корпорации на проведение весенних полевых работ. Всего же в текущем году корпорацией Кустанайской области было профинансировано более 300 сельхозтоваропроизводителей. Возврат ожидается стопроцентный. Кроме пшеницы мы посеяли ячмень и овес. Эти культуры не менее выгодны. Их хорошо раскупают. Плюс ко всему они идут на кормы нашим лошадям. Помимо растеневодства мы активно развиваем животноводство. Выращивать хлеб приходится в зоне рискованного земледелия, говорит инсюда Гарифулина. Поэтому попутное развитие животноводства просто необходимо. В случае неурожая дополнительное хозяйство поможет оставаться на плаву и даже принесет прибыль. Наталья Строкова, Эрмик Мухамедьяров, Кустанайская область.